Следующий наш доклад, пилотный проект по организации комплексного ведения пациентов, нуждающихся в деспираторной поддержке и кислородотерапии в домашних условиях, первые результаты, представит Александр Николаевич Комаров, главный врач Национального центра развития технологий социальной поддержки, медицинской реабилитации, доверия. Очень интересно послушать результаты первого опыта. Предоставляю вам слово. Спасибо большое за предоставленное слово. Меня хорошо ли слышно? Замечательно. Выдали запрос о том, что сейчас необходимо решать эту проблему, так как она огромным таким снежным комом наваливается на отечественное российское здравоохранение. И, конечно же, Москва идет впереди. Почему? Потому что количество пациентов, которые заболевают в настоящее время новой ковидной инфекцией, имеют фиброзы, имеют дыхательную недостаточность, и пациенты, которые, так скажем, потеряли возможность длительного сопровождения наблюдения из-за этой пандемии с хроническими болезнями легких, с болезнями нервной системы, с болезнями, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью, конечно же, они остались не у дел перемещенного звена, и, конечно же, их жизнь стала крайне тяжелой. И благодаря команде, которую я озвучил ранее, все-таки нам удалось запустить проект, проект, который называется «Распираторная поддержка на дому» для взрослых пациентов, которые относятся часть к пациентам палиативной категории, часть относятся к пациентам не палиативной категории, но имеющих хроническую дыхательную недостаточность и нуждающих кислородной терапии или респираторной аппаратной поддержки. И мы, как реабилитационный центр, занимающийся болоторной помощью, включились в этот процесс. Мы не являемся специализированным центром по респираторной поддержке. Мы являемся центром, который обеспечивает медико-социальное патронажное сопровождение для пациентов, нуждающихся в дополнительном уходе. Те пациенты, которые не имеют возможности для самообслуживания. И те пациенты, которые нужны в длительном динамическом наблюдении. Это неврологический, общесоматический, онкологический профиль и так далее. Но опыт у нас достаточно большой. Более уже 15 лет мы работаем на этом поприще. Работаем как в стационарах, так и в домашних условиях. И я еще плюс ко всему являюсь основателем и учредителем фонда по борьбе с инсультом ОРБИФОНД, который еще с 99-го года занимается именно такой медико-социальной поддержкой семей, имеющей тяжелых пациентов в домашних условиях. Поэтому, наверное, и первыми это, соответственно, компания Air Liquide обратили внимание на нас с учетом нашего опыта. Плюс ко всему мы являемся членами ассоциации гулятивной хосписной помощи профессиональных участников и членом Союза реплитологов России. То есть, в общем, сошлось вот эти составляющие вместе в рамках компетенции и возможностей и желания, самое главное. Почему? Потому что пилот и вообще этот процесс достаточно тяжелый. Тяжелый в производстве. Он новый. И, конечно же, вот моменты, с которыми мы сейчас сталкиваемся. Одно дело было написано протокол, который мы строго соблюдаем. Другое дело – жизненные реалии, с которыми мы сталкиваемся. Мы планировали пациентов только в Москве. Оказалось, что они на дачах. Значит, локдаун. Нельзя находиться в домашних условиях или передвигаться. Ограничения по вообще в принципе сопровождению и передвижению вакцинации, ПЦР и так далее. Так вот, пилот и проект по организации комплекса наведения пациентов включает в себя не только респираторную поддержку, но и медико-социальную поддержку и, конечно же, технологическую поддержку. В чем разница от других вариантов, соответственно, пилотных проектов, которые мы реализуем? Наша задача – просчитать технологическую карту и предложить услугу, которая может быть потом реализована через ОМС, через бюджет, либо через ДМС. Любая форма финансирования может быть использована, когда эта услуга будет просчитана. В сегодняшний момент, в настоящий момент, по данным наших медицинских советников, хроническая абструктивная болезнь легких в принципе является серьезной проблемой, которая в мире и в России в настоящее время увеличивается, с учетом того, что большое количество пациентов, перенесших COVID-19, будут иметь проблемы с дыхательной системой и будут иметь, вероятнее всего, дыхательную недостаточность в той или иной степени. И многие пациенты, которые сейчас уже выписываются из стационаров, имеют зависимость от кислорода. Преимущество длительной кислородотерапии при гипоксимии у пациентов с хронической абструктивной болезнью легких сейчас не нужно никому доказывать. На протяжении вот уже полдня каждый из специалистов палеотивного профиля в нашем форуме так или иначе касается этой проблематики и говорит о том, что первая потребность человека по Хендерсон – это нормально дышать. Уже потом есть, уже потом выделять, уже потом на самом-самом-самом низу этой пирамиды это работать и, соответственно, получать удовольствие. Имеется в виду такие социальные. Но первое – это дышать. Это является для нас основой жизнедеятельности. Без дыхания нет жизни. И, конечно же, те пациенты, которые имеют с этим проблемы, они в некоторых случаях не относятся к палеотивному профилю. Это, как правило, даже бывают социально активные, взрослые, молодые достаточно и активные люди. Им только нужно дать возможность правильно дыхать, компенсировать, либо спортизировать функцию дыхательной мускулатуры, либо доставки кислорода, либо, соответственно, собственно, усвоение кислорода. Для этого было запущено клинико-экономическое исследование, именно клиника-экономическое исследование, призванная просчитать услугу и показать актуальность сопровождения данной категории пациентов, что это намного дешевле, чем держать их в четырех стенах в реанимациях и в четырех стенах в домашних условиях, привязанными к кровати. Их нужно и нужно и можно социализировать при помощи современных технических средств реабилитации с динамическим мониторингом. Просто выдать оборудование, мы уже это проходили, не работает. Протокол. Главный исследователь, первый Московский государственный медицинский университет, Галия Сергеевна и Сергей Николаевич являются хедлайнером в этом направлении, и Диана Владимировна является организатором вообще процесса. Медицинский провайдер – это организация, которая может оказывать динамическое наблюдение, медицинское сопровождение, возможности мониторинга гомеостаза у этой категории пациентов. Эта организация должна иметь медицинскую лицензию, иметь повышение квалификации у сотрудников популятивной медицинской помощи, и желательно попульмонологии, к чему сейчас мы стремимся. У нас есть лицензия, у нас есть палиативка. Мы сейчас как раз с первым медом обсуждаем вопросы по повышению квалификации попульмонологии, потому что, конечно же, это на самом деле очень, как мы сейчас увидели, это глубокая, тяжелая, такая серьезная наука, которая позволяет нам комплексно подходить к вопросу с пациентом дыхательной недостаточности. И там нужно не только знать болезнь, там нужно знать технику сопровождения, реанимацию, анестезиологию, технику забора крови, оценку оборудования, проверку, соответственно, мониторинга этих состояний, КСС и так далее. И медицинские права, это не обязательно может быть доверие, может быть другая организация, которой мы на основе нашего исследования проведем, так скажем, минимально достаточный объем знаний, умений и технологий, которым должна обладать организация, чтобы назваться медицинским провайдером в респираторной поддержке. Третий момент, это технический провайдер, как раз та самая, значит, ахиллесовая пята всех исследований и всех протоколов, которые были сделаны до нас. Не было технического обеспечения. Мы сейчас, в рамках нашей команды, подключили этот третий, так скажем, столб, на котором стоять будет этот пилот, и который 100% сможет выйти на государственные рельсы бюджетирования, потому что здесь как раз включена эта составляющая. Инженеры, которые привозят, настраивают, подключаются, ознакомятся с родственниками, становятся как членом семьи для этой категории пациентов, приезжая там по регламенту техническому, обслуживая аппарат, который, слава богу, в этом режиме будут работать годами, позволяя, соответственно, нашим пациентам быть спокойными, быть уверенными, что оборудование не откажет в нужный момент, и доктора будут понимать, что им не нужно с собой носить огромное количество, в том числе, оборудования, того, которое к докторам-то не имеет никакого, так скажем, отношения, а будет заниматься техническим обслуживанием инженер, фильтра, расходка, все остальные моменты, а доктор выполняет метаболический мониторинг, выполняет анализы, при необходимости подключается к настройке, при необходимости вместе с инженером, так скажем, меняет те вещи, которые касаются пациента, и это очень важное распределение обязанностей. Каждый занимает своим делом, если так будет, будет, соответственно, отличные условия компании Incomeet сейчас улучшается, но работает в этом направлении, получая высокий уровень компетенции и, в общем-то, практики. Оборудование, которое мы используем, вот Клеосерикова как раз об этом немножко рассказала в своем докладе, это кислородный акцентратор и компания Philips, это высокопоточные увлажнители, Fischer, Piker, пульсоксиметры различных составляющих, и самое интересное, что наши пациенты уже сейчас дают обратную связь. А нам хочется пульсоксиметр с подсветкой, а нам нужно пульсоксиметр с блютузом, а нам бы хотелось, чтобы это была, соответственно, возможность быстрого соединения с протоколом, с МИС, который у нас облачный, и туда пускай заходит сразу информация, не хочу я записывать в них, давайте будет она фиксироваться сразу электронно, понимаете? И это как раз элемент нашего обучения. Аппараты НИВЛ, да, Левенштайн, ИОФ, концентраторы, уже говорил об этом, откашливатели, и ВЭЛа. Значит, наш пилот сейчас охватывает достаточно большой объем пациентов, которые нуждаются кислородной поддержке и респираторной поддержке аппаратной. Ну, где-то процентов 60 это будет, да, кислородозависимые предпациенты, и остальные пациенты кислородозависимые плюс аппаратное сопровождение. Это малопоточная НИВЛ, это, возможно, даже, значит, полноценный ИВЛ в домашних условиях. Кто-нибудь делал раньше такое? Конечно, делали, но это были научные исследования, это были небольшие группы, и, как правило, вот сейчас впереди, конечно, нас даже чуть-чуть, да, идут дети, потому что, ну, потому что дети. Мы, конечно же, это понимаем, мы идем уже по наторенной, так скажем, определенной степени дорожки, но своя специфика есть, потому что взрослые – это взрослые. Они не всегда комплоентны, они самостоятельны, они иногда очень критичны, они не всегда, значит, соглашаются с докторами, они перемещаются, и что их трудно поймать, куда их, где, соответственно, им провести, к СС или мониторинг. Но, с другой стороны, они понимают, что без этого они не выживут. Вот критерии включения. Больные заболевания, сопровождающие дыхательной достаточностью – точка, которые получают или планируют получать респираторную поддержку, то есть согласились на это. Мужчины и женщины, взрослые. И, конечно же, крайне важный момент – это информированные согласия юридические, подписанные, которые в настоящее время используются. Пациент, который не может, значит, участвовать – это наличие медицинских противопоказаний к проведению дыхательной и респираторной поддержки на дому, использование респираторной поддержки, не имеющей регистрацию ВРФ в качестве медицинского изделия. Здесь тоже с этим вопросом много, потому что иначе мы не получим, если вдруг что случится, понимание со стороны контролирующих органов. Это пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии и доживут до конца нашего пилотного исследования. Год, как минимум, нужно наблюдение. Поэтому, конечно, нам жалко их. Мы стараемся их, конечно, подключить к палеотипной помощи отдельно, до хосписного варианта. Но в любом случае исследование не можем включить. Когнитивные нейропсихологические расстройства, которые не позволят пациенту четко и понятно оценить ситуацию и нам дать обратную связь. Либо семья не готова, либо противодействует такой категории. И, конечно же, аддиктивное поведение. И, конечно же, если у пациента нет социально-бытовых условий для сопровождения в такой категории оборудования в домашних условиях. Проблема, которую в настоящее время мы имеем, это то, что наши пациенты залеживаются в реанимации и в отделениях палеотипной помощи не могут оттуда выбраться, потому что нет возможности в домашних условиях сопровождаться. Мы в настоящее время как раз предоставляем такую возможность. Профессиональный медицинский социальный уход с одной стороны, респираторная поддержка и мониторинг с другой стороны, имея в виду уже врачебный. И вот как раз в нашем проекте должно будет участвовать 100 пациентов в этом направлении. Помимо респираторной поддержки мы сопровождаем пациента в рамках медико-социального патронажа, в рамках врачебного сопровождения и, соответственно, конечно же, технологическое сопровождение. Для этого созданы в том числе несколько образовательных технических программ. они как для пациентов, так и для специалистов, которые включены в эту обойму. В любом случае инструктаж и, так скажем, основная информация должны быть доведены. Это патронажный уход, респираторная поддержка, питание, спастичность, энготерапия, логопедия, социальная бытовая адаптация и так далее. Вопросы сестринского дела. Александр Виколаевич, извините меня, прям в две минутки уложите. Все, 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 я прям пролистываюсь, да, спасибо большое, спасибо, спасибо. Да, наши партнеры, большое количество центров и пациентских, и профессиональных организаций в настоящее время дают нам пациентов и, соответственно, вместе с нами сопровождают. Немножко буду пробегать. Основные критерии работы нашего проекта – это медико-социальное сопровождение, проект домашней цели респираторной поддержки, инженерно-стандартная транспортная служба и образовательной программы. Все это вместе позволяет нам регулировать процессы. Актуальность высокая, количество коеб в домашних условиях не ограничено, что отличает нас от медицинских центров и медицинских стационаров. И, конечно же, горячая линия, которая позволяет нам как раз формировать процессы взаимодействия. Вот как раз я с вами беседую, а мне по горячей линии звонят наши пациенты респираторной поддержки. Какие-то вопросы нужно решить. Видимо, такие текущие. Елена Николаевна вечера, вот наша пациентка, которая нас в исследовании, и мы будем решать этот вопрос с ним вместе. Назологические формы в настоящее время, которые включены уже в проект. Пульмонология – 34 пациента, неврология – 9 пациента. Смешанные формы, сочетающие ту или иную, составляют 14. Форма поддержки. Кизлородной терапии – 26 пациентов. НИВЛ – кислород – 16. НИВЛ – просто без кислорода – 10. 5 пациентов на ИВЛ. Распределение по территории. Планировали Москву, а оказалось. Вот так. Москва, конечно, много, но, соответственно, Московская область не иная территория вплоть до Костромы и Ярославля. И мы этих пациентов отдельным кейсом рассчитываем, понимая о том, как мы их будем сопровождать. Но вот то, что происходит во время мониторинга, это портативные кислородные анализаторы КСС, когда мы смотрим углекислый газ, хлор, все показатели, которые нужны для настройки аппаратов, как МИОС, так и ЮД. Физикальный общий осмотр и так далее. Моменты, которые есть. Еще куча фотографий есть, но я буду пролистывать с вашего позволения. Конечно же, без управляющей компании, которая формирует между собой все эти звенья и координирует, нельзя. У нас есть специализированный центр, который ведет как раз соединение между инженерами, докторами, медсестрами и так далее. Важно, что в нашем проекте основную роль играют медицинские сестры обученные. Это намного дешевле, чем врачебный персонал. Врачи обладают коучерной, либо экспертной функцией. В последующем задача – это сформировать услугу, предложить ее для бюджета и ОМС. Второй момент – сформировать цифровую систему по направлению как раз респираторной поддержки, с соединением с регистрами, с регистрами по регионам, и формирование, соответственно, комплекса для франчайзинга, для франшизы этой категории услуг в домашние условия на всей территории Российской Федерации. Есть контакты, пожалуйста, обращайтесь, если нужно пообщаться и рассказать. И, конечно, наша миссия – комплексный индивидуальный подход к каждому гарантии эффективности нашей работы. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова